настюшка у нас отработала дневную норму молодец денежку домой принесла принесла теперь давай готовь посуду мой и надо еще полы помыть все все я пошел лежать на диване ждать шутка надо помогать если вы будете друг другу помогать ты будешь мне помогать ну как я посуду помою ладно идеальный все вместе на месте никуда не заходят еще они с телеграма так борются только что настя рассказал про этот закон согласно которому мы не имеем права осквернять вот этих всех должностных лиц всех путиных и так далее как было с видео навальным про медведева youtube уже тоже писали типа удаляйте видео они не удалили знаешь что тогда в этом случае произойдет как с телеграмом они их обяжут сделать одно обяжут сделать второе а потом скажут ну все блокируем youtube за то что они не подчиняются государству нашему российскому нашим законам я не знаю вот даже вы молодежь допустим или кто нашего возраста друзья вы смотрите наверняка видео в дудя хотя бы некоторых персонажей которые к нему приходили в основе своей это все адекватные на самом деле думающие умные персонажи и что-то вот 98 вроде процентов из тех кто к нему приходил говорят об одном и том же по поводу правительства согласны с тем что происходит стране полный зяц но полностью телевидение захвачено вообще никаких оппозиционных даже компаний в телевизоре никогда не жизни туда ничего не пустят и происходит полный тотальный контроль просто тотальный контроль как вы думаете какой момент времени наступит грань напишите в комментарии когда допустим нам youtube заблокируют мы также продолжим сидеть и ждать что произойдет дальше вот когда нам запретят полностью выходить в мировой интернет и видеть что там все происходит что произойдет тогда мы дальше будем сидеть ждать и думать просто достаточно серьезный потому что мне насрать на себя насрать на то где я живу я привык к этому кашу да но мои дети наши дети с настей они не должны же жить в такого рода стране где все в тотальном контроле где нету выхода и нету света с вами не напишите что-то серьезным сегодня в локах на часах ну да немножко же должны быть серьезные вещи нашего хотя мы всегда за позитив и стараемся его вам бывать можно больше да ладно погнали я пришла выбирать тарелочки хочу какую-нибудь красивую посуду но пока не знаю какое кучу 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 всего тут но не хочу какие-нибудь вот такие цветастые бабушкины хочу культет натонную красивую сейчас чем найдем покажу я насти сказала что сегодня у нас чуть мил день да детка хлебушек принглс мы только вот это творог сегодня реал мадрид бавария ты же на правильном питании ты мне сказал чуть мил сегодня я вам и говорю ладно чуть мил он побежал вот так мы уже дома нормально стелишь фраерок спалился спаличные взяла еще хлеб то есть больше нек Pokemon видите какое вилки елочки 3 у за и Скажи, чип-мил нужен? Нужен. То есть надо жрать сладкое, газировки пить и чипсы? Нет, смотри, если ты питаешься правильно и не позволяешь себе лишнего, но это не про тебя, ты все равно себе маленько позволял, ну согласись, то вам нужен чип-мил, чтобы психологически разгрузиться. И один раз в неделю, допустим, позволить себе кучу всего сладкого, а потом опять хоп и опять. Изи-каточка. Ой, блядь, ключ. До этого, ребята, три раза просрал и включал такой, поэтому... Изи-каточка. А сейчас такой включил, говорит, изи-каточка. Так, друзья, сейчас пока пашки нет, я хочу приготовить конвертики. Это десерт. Те, кто питается правильно, он, я думаю, вам понравится. Да и те, кто не питается правильно, вам тоже понравится. Но если вы следите за питанием, то лучше, конечно, и кушать их с утра, а не как я под ночь. Но у нас чип-мил, так что можно! Итак, что нам понадобится? Нам понадобится творог. Ну, я уже вам его показывала. Можно любой другой, без разницы. Тесто слоёное. Яблоки. Сметана, я не знаю, пригодится мне или нет. Сейчас подумаю. Творог это будет начинкой. И муку я буду использовать только для того, чтобы расцветать тесто. Всё. Больше нам ничего не потребуется. Всё очень просто. Очень быстро. Ну, если вы хотите сладкие, то можно добавить сахар. Но так как я сейчас стараюсь не кушать что-то сладкое, они будут вкусные, полезные. И я думаю, что они будут красивыми. Я буду стараться. Я не буду в этот раз куда-нибудь уходить. Я буду следить за ними. Бдить. Первое, что нам понадобится, тесто. Тесто у меня слоёное, дрожжевое. И начинаю раскатывать тесто. Так, приступаю к начинке. Начинка у меня будет творог. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше я беру желток и смазываю, чтобы у нас была красивая золотистая корочка. И выкладываем яблочки. Очень тоненько я их так нарезала. Они запекутся и будет очень аппетитно. Вот что должно получиться. Отправляю в духовку на 15 минут, где-то на 10-15, до 80 градусов. Ну что, вот что у нас получилось. Вот они другие. Только какие-то небольшие, правда, получились. Прикольнее будет, если они будут маленечко поменьше. Сейчас будем пробовать. Надеюсь, что получилось вкусно. Всё, я пью чай. Это просто божественно. Очень вкусно получилось. Если вы на правильном питании, то просто супер гуд. Очень-очень-очень вкусно получилось. Так что рецепт очень простой. Слоёное тесто, творог и яблоки. Всё, больше ничего не нужно. Только что пригнали к нам за айфоном. Мы же его выложили продавать. Пригнали ребята двое. О, Паша. Я такой, о, привет. А я с тобой в Кэс ещё играл. Здрасте. Короче, два наших подписчика. Очень прикольные, молодцы, красавчики. Вот наша с ними фотка. Ребята забрали наш айфон, Настя, да? Да, я не успела там переключаться. Вот так вот. Но зато у тебя сейчас есть новый, крутой. Так, ты что у нас снимала здесь? Что делала? Показывай. Я уже съела. Так вкусно получилось. Короче, Настя, что ты здесь делала? О, пироги всякие. Нифига себе. Всё, сейчас будем пробовать, Настя, натворение. Настя, нам в истории передали. Да, вкусно. Точно? Точно. Точно? Точно. Ну, смотри, умная. Вот так вот. Ещё яблочко вообще прям в тему. Точно? Смотрите историю Настюхины в инстаграме. Кто не подписан на Настюху? Настюшка легла спать, у неё болит голова, она сегодня работала, поэтому у нас влог опять дёрганный получился. Но завтра она обещает, что не будет работать, да? С утра только. Ну, с утра только. Ладно, я буду как раз монтировать. Вот, сегодня мы вам точно должны послезать фильм. Какой мы фильм срезаем? Я хочу посмотреть сериал «Чёрное зеркало». Точно, друзья, мы забыли. Многие не смотрели, как раз это не такой заезженный сериал, как «Игра престолов» или ещё что-нибудь. Мы вам советуем сериал «Чёрное зеркало». он нереально крутой в плане своей непредсказуемости. Там получается как будто... Мини-фильмы, но у них у всех есть своя тематика. Тематика того, что может превратиться с будущим, если мы продолжим так же существовать, так же вести себя. У всего есть причина. Чёрное зеркало. Всего спокойной ночи, всем сладких снов. Сегодня было хорошо. Завтра точно будет лучше. Пока-пока. Вот так вот. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok